Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финнам ФМ Сухой Остаток, меня зовут Олег Дмитриев и тема сегодняшнего эфира важная для российской экономики в целом и интересная, я уверен, большинству наших слушателей, ну и как минимум тем, кто сегодня в студии, она не безинтересна, мы назвали так наш эфир, комплексная поддержка несырьевого экспорта. Вот слово несырьевое, я даже, если позволите, подчеркну, все-таки основной акцент, наверное, мы будем делать именно на этом обстоятельстве. Сразу я представляю моих гостей, сегодня в студии Сухого Остатка Даниил Алгульян, директор Департамента финансирования экспорта Внешэкономбанка, Даниил, добрый день. Добрый день. И в студии Николай Рутюнов, начальник Центра финансирования поддержки продаж компании Сухой, Николай, добрый день. Здравствуйте. Давайте сразу начнем, что называется, говорить по теме. Наверное, первый вопрос, Даниил, вам я его адресую, вот по поводу акцента, который я изначально сделал в названии нашей программы. Действительно ли мы говорим о том, что, ну, давайте так, большая часть нашего экспорта, это все-таки сырьевой экспорт, и в какой-то момент надо задуматься о том, чтобы диверсифицировать, да, эту часть нашего торгового баланса, и чтобы делать акцент именно на несырьевой экспорт. Вот ваша точка зрения. Ну, в принципе, если мы говорим о российском экспорте, то, как вы справедливо заметили, несырьевой экспорт составляет не самую большую его часть, к сожалению, пока. В принципе, с точки зрения экспорта Россия входит в число ведущих держав мира. Да, то есть, так же, как и по ВВП, Россия входит в десятку крупнейших экономик мира, так же... По ВВП на душу населения имеется? Нет, по номинальному значению ВВП. По номинальному объему, да. По душу населения результаты еще не столь... Несколько скромнее. Скромнее, но мы думаем, что со временем мы, естественно, и по этому параметру, как я надеюсь, в десятку войдем. Но если мы говорим об общих воловых параметрах экспорта, то здесь экспорт примерно соответствует тому месту и той роли, которую российская экономика в целом по своим размерам занимает в мировой экономике. Вот. Вместе с тем, если мы говорим вот об этих огромных, на самом деле, объемах экспорта, которые Россия каждый год экспортирует, по прошлому году было порядка там 520 миллиардов долларов, несыревая его составляющая составляет около половины, да. То есть ожидается, что по итогам 2013 года, по предварительным оценкам, это будет где-то 260 миллиардов долларов. Но это уже приличная цифра, половина. Абсолютно. Но если мы посмотрим на наших ближайших друзей, партнеров и конкурентов с точки зрения рынка, то есть тех странах, которые располагаются в этой десятке неподалеку от России, то их объемы несыревого экспорта часто бывают существенно-существенно больше. Если вы возьмете, допустим, Германию, то там доля несыревого экспорта вообще, соответственно, зашкаливает. Но это связано, естественно, с объективными причинами. В Германии нет сырьевого экспорта. То есть они, может быть, и рады были бы иметь сырьевой экспорт, но, соответственно, его просто физически нет. Да, ну, то же самое, та же самая картина. Но в этом случае, может, не очень корректно это сравнение, нет? Ну, вместе с тем, я бы сказал, что сам по себе сырьевой экспорт, он неплох, это хорошо, и благодаря этому, в общем-то, наша экономика получает необходимую, соответственно, подпитку в виде валюты, выручки и так далее. Но таким образом, если мы сравниваем просто несыревые компоненты, то наше место будет, вероятнее, уже не в десятке, а чуть пониже. Тем не менее, как мне кажется, сравнивать надо, хотя вы, конечно, правы, что с полностью несыревыми сторонами сравнивать не надо. Но для того, чтобы тянуться вверх, всегда надо выбирать, наверное, сравнение посильнее, планку повыше, для того, чтобы, собственно, ее потом и взять. Согласен. Николай, вопрос к вам сейчас, собственно, Даниил фразу произнес в самом начале. К сожалению, говорит, он, да, доля несырьевого экспорта, ну, там, еще не такая, которая хотела. А действительно стоит ли по этому поводу сожалеть, как вы думаете? У нас есть возможность, да, пополнять бюджет за счет экспорта сырья. Ну и, слава богу, давайте вот на этом сидеть, что называется, это развивать, опять-таки, да, не успокаиваться. Как вы думаете? Ну, я думаю, что мы этот путь уже один раз проделали, а, может быть, даже уже не один раз, а свою историю. К сожалению, если вы, как это принято говорить, держите все яйца в одной корзине, и, не дай бог, что-нибудь с этой корзиной случится, вы рискуете потерять очень многое. То есть дело именно в этом, да, что мы слишком завязаны на ценах на нефть, не дай бог, если что-то происходит, и так далее. Да, тем более в нашей собственной истории примеры есть и из давнего прошлого, и из недавнего прошлого, когда такая схема перестает работать. Экспорт технологичной продукции в этом плане дает вам, конечно, совершенно другой рынок, принципиально другой рынок, к которому вы имеете доступ. Это рынок очень конкурентный, но если вы на нем занимаете какую-то позицию, ее гораздо сложнее потерять, потому что уникальность вашего продукта гарантирует вам ваше место. Понятно. То есть я еще раз подчеркну, Данил, стоит по этому поводу жалеть. Жалеть стоит, да, что у нас доля несырьевого экспорта еще мала. Можно наоборот сказать. У нас есть шанс, соответственно, в ближайшие годы выстроить совершенно новую технологическую базу для нового экспорта и конкурировать, соответственно, с ведущими странами на этом направлении. Но в целом вы правы. Конечно, хотелось бы, чтобы несырьевого экспорта было больше. Вместе с тем, это не говорит о том, что сам сырьевой экспорт по себе плох. То есть, в принципе, на самом деле, если вы посмотрите, возможно, это будет немножко спорное утверждение с моей стороны, это мое личное мнение. Если вы посмотрите на кризис 2007, 2008, 2009 годов в мировой экономике, то в значительной степени... Как-то затяжной вы очень этот кризис сейчас сформулировали. А он в разных географических зонах, собственно говоря, проявлялся... То есть, сначала с седьмого это кризис ипотечного рынка Америки, потом Европа, и далее в различных регионах мира. Если говорить вот об этом, то наибольшие объемы спада, соответственно, по ВВП вы обнаружите как раз страны с недиверсифицированным экспортом. Причем этот недиверсифицированный экспорт может быть как сырьевой, так, собственно, и не сырьевой. И здесь вопрос был, собственно, не только в том, что конкретно подставляется, а в степени диверсификации. Понятно. И поэтому здесь Россия находится в уникальном абсолютно в международном сравнении положении, когда Россия может построить действительно диверсифицированный экспорт, имея и сырьевую компоненту, и не сырьевую, и высокотехнологичную. Данила, если позволите, я хотел бы подчеркнуть, вот пример, связанный с Германией, смотрите, что происходит, да, там, ну, значительная часть экспорта не сырьевая, да. Если Германия захочет диверсифицироваться, то у нее просто нет такой возможности, потому что у нее нечего ей экспортировать, у нее нет по определению. И поэтому посмотрите, какой был спад разовый, естественно, это не единственная причина, да, я далеко, так сказать, не склонен объяснять это только этим. Но посмотрите, какой спад был у Германии, которая в значительной степени, так же, как Россия от нефти зависит от экспорта машиностроения, да. И какой был в странах, где, соответственно, экспорт более сбалансирован, да. То есть в тех странах, где экспорт был статистически более диверсифицирован, кризис, собственно говоря, они прошли более гладко. Германия, конечно, потом довольно быстро компенсировала тот спад, который был, и сделала это очень успешно. Но вот вам пример, причем вы абсолютно правы, возможно, в Германии это, собственно, не по доброй воле, исходя из тех природных условий, которые есть. У России в этом смысле есть некоторые преимущества, и, как мне кажется, мы имеем все возможности его использовать. Так, это замечательно. Теперь давайте, собственно, да, поподробнее об этих возможностях. Что, прежде всего, на ваш взгляд, да, мы можем занести вот как раз в этот список несырьевого экспорта, да, чем мы можем удивить мир? Николай, давайте, давайте вам. Ну, честно вам сказать, я очень люблю задавать этот вопрос, потому что, действительно, если мы не говорим о сырье и не говорим, может быть, о продукции, там, обороны, определенного характера. Вот на пальцах, наверное, одной руки можем перечислить... Вот здесь, к сожалению, я бы добавил все-таки, да? И я добавлю тоже, к сожалению. По определению, на пальцах одной руки можем перечислить то, что экспортируется, и то, что действительно сделано с использованием, тем более каких-то высоких технологий. Ну и кроме того, это, наверное, даже не столько уже тема макроэкономическая, сколько микроэкономическая. Понятно, что чем сложнее ваш продукт, тем больше вы можете на нем заработать. Сырье, по определению, дает вам самую низкую маржу. Я не беру там ситуацию с конкретным балансом цен и себестоимостью производства барреля нефти, но как принцип. Какую маржу вы можете накидывать на сырье? Она легко просчитывается и всегда понятна. С сложной продукцией дело обстоит принципиально по-другому, потому что вы производите продукт, не имеющий аналогов. Даже если мы говорим о конкурентном рынке, все равно вы должны на этот рынок принести что-то, чего там не было до сих пор. Но это важный, кстати, момент, да? Иначе зачем вы там нужны? Совершенно верно. И в этом плане, конечно, я могу тут уже выступать только как представитель сухого Суперджета и рассказать о том, что действительно Суперджет сегодня это такой уникальный продукт, который безотносительно к тому, считаем ли мы его российским или европейским, совершенно экспортируемый, готовый к принятию в эксплуатацию товар, на котором мы можем зарабатывать имя, историю и какие-то деньги. Ну вот хотелось бы более детально, да, в этом смысле поговорить об его уникальности. То, о чем вы говорите, он должен быть конкурентоспособен, вроде бы это, да, продукт авиастроения и подобные аналоги наверняка встречаются, да, в мире, но его уникальность, да, дает нам преимущество. Николай, в чем она? Его уникальность для рынка в том, что то, что вы можете зарабатывать на сухом, вы сегодня не можете зарабатывать ни на одном самолете аналоги, ни Bombardier, ни Embraer сегодня вам не дадут таких же экономических возможностей, при прочих равных. Через 2-3 года, наверное, эта ситуация изменится, потому что появятся новые самолеты, соответственно, и у того, и у другого производителя, которые объективно наши главные конкуренты. Но вот сейчас есть то окно, которое мы можем использовать для того, чтобы вывести наш продукт на рынок, занять там достойное место. С другой стороны, уникальность этого продукта в том, что это для всех участников этого проекта классический пример полноценной интеграции. Какие-то компоненты системы самолета производятся французскими компаниями, какие-то итальянскими, какие-то российскими. Кстати, я правильно понимаю, что с вашей точки зрения, вот эта полноценная интеграция, это позитивно. Я считаю, что это однозначно. Потому что есть, да, Данил, извини, есть обывательская точка зрения, что, ну, ребят, мы ничего не можем делать сами-то, да, потому что у нас это вот из Франции, а это из Германии, а это... А где российский самолет, бьют себе псевдопатриоты в грудь, Данил? Тут я бы сказал наоборот, не являюсь абсолютно инженером в сфере авиастроения, но, так скажем, с точки зрения общей концепции. Мы всё время говорим о том, что, к сожалению, мы поставляем сырьё, запчасти, а, соответственно, интеллектуальный продукт создаётся где-то в другом месте. Так вот, Суперджет — это как раз то, где всё с точностью наоборот. То есть интеллектуальный продукт создаётся в России. Совершенно точно. А все остальные поставляют для него узлы и компоненты. Совершенно точно. И вот здесь, мне кажется, да, можно рассуждать о том, какие отдельные узлы или компоненты можно делать там в России или за рубежом, но сама концепция, в рамках которого ноу-хау и интеллектуальная, соответственно, стоимость этого продукта местная, российская, а запчасти со всех стран мира — это как раз, возможно, один из тех путей, каким будет развиваться российская промышленность в будущем. А, кстати, я правильно понимаю, что со временем те же самые запчасти, которые сейчас, ну, вынужденно, да, мы адресовали нашим каким-то иностранным коллегам, мы можем их создание перенести и в Россию, если к этому времени сложатся условия? Или это экономически нецелесообразно? Ну, это вопрос, наверное, скорее к инженерам, да, вместе с тем, посмотрите на автомобильную промышленность, да, то есть... Российскую? Да, то есть, соответственно, после того, как в Россию были перенесены большое количество сборочных производств иностранных марок, да, за ними медленно начали тянуться производители запчастей, начали размещаться, соответственно, заказы на российских заводах по изготовлению этих запчастей. Мы находимся, правда, и в автомобилестроении, в этом смысле еще в начале пути, это очевидно, но определенный тренд виден, и почему бы то же самое не происходило и в авиастроении, да, в России огромный потенциал с точки зрения производства технологий. Понятно, что по мере освоения новых технологий, наверное, российские части, запасные части и комплектующие для этого самолета будут все более и более конкурентно способны, то есть доля должна, по идее, расти, но это моя личная точка зрения непрофессионала. Ну, моя личная точка зрения непрофессионала, потому что я тоже, к сожалению, не инженер, и не очень хорошо представляю даже этот процесс, но нельзя быть одинаково успешным во всем. Нету в мире страны, которая могла бы одинаково хорошо делать все, не знаю, за исключением, может быть, Сингапура, но у нас немножко другой масштаб, поэтому вот эта интеграция позволяет вам покупать реально лучшее, что на сегодня произведено. Если действительно мы там в течение ближайших 5-10 лет, 5-10 лет пройдем эту дорогу, почему бы и нет? Но для меня это вопрос скорее соотношения цены и результата затрат. Вы инвестируете в то, что вам может принести доход, и я думаю, что весь мир сегодня устроен именно по этому принципу, поэтому такие большие интеграционные проекты везде. Кстати, возвращаясь к фразе, которую вы принесли, есть некая экономическая составляющая, которая делает приоритетным вот этот проект. Я так понимаю, что сейчас Даниил и Николай об этом мы можем поговорить, потому что непосредственно взаимодействие Внешэкономбанка и компании Сухой, это составляющие, собственно, и продемонстрировало. Да, Даниил? Ну, давайте с кого? С Даниила начнем. Ну, собственно говоря, для Внешэкономбанка проект Суперджета, мы это рассматриваем как один, так скажем, из ледоколов, ледокольных проектов, так скажем, в российской промышленности, который позволяет пробить вот стену, брешь в стене, соответственно. Ледокол, да, что пробивает обычно. Совершенно верно, да, то есть за которым потом пойдут, как мы надеемся, так сказать, новые самолеты, так сказать, продукции других отраслей промышленности и так далее. И здесь основная задача, да, вот то, о чем говорил коллега, что, судя по всему, у Суперджета с точки зрения его экономических характеристик, ну, то есть топливная эффективность, например, есть определенное окно возможностей, когда он, в общем-то, обладает достаточно высокой сравнительной конкурентноспособностью среди своих одноклассников. И вот в этот момент самолет должен, соответственно, выйти на рынок, получить известность, занять свою рыночную нишу, и тогда этот продукт будет существовать успешно. Если мы посмотрим на основных конкурентов данного продукта, да, так сказать, крупные зарубежные компании, то все они, в общем-то, очень плотно работали в прошедшие десятилетия по линии государственной поддержки экспорта, да. То есть не секрет, что в значительной степени многие десятилетия идет не только конкуренция между, соответственно, продуктами, но и конкуренция между системами поддержки экспорта. Поэтому, если мы говорим о высокотехнологической продукции, мы должны говорить и о высокотехнологической системе поддержки экспорта, да. То есть и наша задача в этом смысле не нарушать конкуренцию, а помочь российскому производителю получить равный доступ к рынку, да, то есть обеспечить ему равные условия с конкурентами. И поэтому здесь Нишаэкономбанк как раз занимается таким, с точки зрения авиационного финансирования, классическим инструментом, как финансирование покупки этих самолетов зарубежными покупателями. То есть они могут быть в разной форме, это могут быть, например, кредиты напрямую авиакомпанию в случае, если они покупают, или это так называемые кредитно-лидинговые схемы, когда это идет через лидинговые компании. Но вот этот элемент очень важный, и, к сожалению, в качестве некого поточного инструмента в прошедшие десятилетия в России его по объективным причинам, собственно говоря, не было. И поэтому здесь какое интересное совпадение, то есть с одной стороны мы имеем продукт, который можно пытаться массово продавать за рубежом, и мы сейчас имеем финансовый инструмент, который может помочь этот продукт продавать. То есть звезды сошлись, звезды сошлись. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся, да, посмотрим на результат через несколько лет. Но, соответственно, последние месяцы показывают, да, мы закрыли несколько успешных сделок по финансированию, соответственно, самолета, что, в общем, перспектива здесь есть, и она очевидна. Кстати, вот опять возвращаясь к разговору об окне, да, звезды сошлись, или мы в это верим, по крайней мере. Но окно это, Николай, вы говорили, да, оно, в принципе, через какое-то время может и прикрыться, и время это непродолжительное. Что такое два года, да, для отрасли, о которой мы говорим? С этой точки зрения мы какие-то специфические, что ли, действия должны предпринимать, чтобы именно сейчас сделать то, о чем мы говорим? Конечно, нет, мы и предпринимаем эти действия, и совместно с Нежэкономбанком, потому что вы действительно, мы говорим о проекте Суперджет, да, но если я начну сейчас рассказывать о всех модификациях, уже произведенных или планируемых, у нас, наверное, на это просто времени не хватит. Вы, конечно, должны постоянно совершенствовать свой продукт, потому что все остальные делают то же самое. Для того, чтобы всегда быть востребованным, вы должны соответствовать, а лучше опережать своих конкурентов по каким-то важным показателям. Я просто хотел бы сказать еще вот о чем. Мы действительно в каких-то наших словесных штампах уже привыкли и воспринимаем какие-то словосочетания естественным образом. Я вот сам много раз читал еще, до того, как пришел работать в компанию с Хойо, о стратегическом партнерстве. Что для меня стратегическое партнерство между Суперджетом и Нежэкономбанком? Значит, во-первых, это проект, все-таки который рассчитан в долгу. Это не тот проект, на котором вы можете вернуть свои инвестиции в течение короткого промежутка времени. И оба партнера это понимать должны? Оба партнера это должны понимать. И, конечно, финансирующий партнер должен понимать, что риски, которые он сегодня берет на себя, окупятся на каком-то временном горизонте. Это должен быть мощный, динамичный и очень современный партнер, просто даже для того, чтобы рассматривать для себя такую возможность, как объект инвестиций. Второе, и я думаю, это тоже немаловажно. Значит, мы, по сути, ведь мы продаем не только самолет. Самолет. Мир устроен так, что вы вместе с самолетом должны продать и финансовый пакет. Потому что из компаний, которые просто могут взять и купить у вас самолет, ну, я знаю, может быть, две. Это связано с текущей, я не знаю, макроэкономической ситуацией в мире? Я думаю, что просто мир так устроен. Самолет сам по себе дорогой продукт. Совершенно. И многие годы уже выработана система, по которой основное количество самолетов приобретается в лизинг. В этом плане, в каком-то смысле, без Внешэкономбанка, наверное, мы сегодня не могли бы продавать самолеты в принципе. Мы сделали упор на экспорт, и это важно. Но на самом деле Внешэкономбанк наш крупнейший партнер и по поставкам на российский рынок. И мы можем говорить о рынке СНГ, как о ближайшей перспективе, которая, в общем, по понятным причинам тоже отдельная совершенно тема. Потому что мы вынуждены играть по тем правилам, которые на этом рынке уже сложились. Еще раз, здесь очень важно понимать, что мы не приходим, не занимаем какие-то пустоты в лакуне. Мы реально вынуждены вытеснять, отнимать долю у очень серьезных компаний, которые очень давно это делают. Успешно занимая свое место на рынке и развиваясь. Поэтому, когда мы говорим об окне возможностей, это ведь тоже, прежде всего, функция оценки ваших затрат. Вы все равно можете продавать самолеты. Вопрос в том, можете ли вы это делать коммерчески, рационально, прибыльно, эффективно и так далее. И вот в этом плане то, что это происходит именно сейчас, это действительно уникальное стечение, я не скажу обстоятельств, усилий. Штамп хотелось мне произнести, я вовремя тоже. Да, усилий тех людей, которые этот проект двигали. Все-таки хотелось бы понимать то, что неволею обстоятельств что-то происходит в нашей жизни, а мы каким-то образом на эти обстоятельства сами влияем. В этом смысле, конечно, это гораздо позитивно звучит. Даниил, замечательный проект, но я так понимаю, что у ВЭБа есть и другие, не менее замечательные проекты, давайте их обсудим тоже. Ну, абсолютно, конечно, несмотря на то, что авиация для нас имеет очень большое значение, и в принципе, если мы говорим о господдержке традиционно для госэкспортных банков, авиация это одно из центральных направлений. Но, в принципе, авиации дело не ограничивается, вот, поэтому, соответственно, у нас, мы стараемся, собственно, работать по всему спектру несырьевого экспорта. В настоящее время наибольшее внимание мы уделяем, конечно, машиностроению, транспортному машиностроению, энергетическому машиностроению. Мы пытаемся смотреть на точки роста, которые есть сейчас в России с точки зрения производства, где экспорт может быть наиболее конкурентоспособен. Здесь, вот, например, энергетическое машиностроение, это то направление, где, в принципе, российские производители имеют определенную долю мирового рынка, где эта доля может не только сохраняться, но и существенно наращиваться. То есть, опять, вы выбираете отрасли, да, с точки зрения бизнесмена? Максимальная прибыльность, максимальная маржа, как Николай говорит? Я бы не сказал таким образом, да, то есть мы работаем, естественно, таким образом, чтобы мы не теряли деньги, да, мы их не собираемся, соответственно, сжигать. Наоборот, мы в этом видим, причем не только чисто финансовую составляющую, но и, как принято говорить в теории финансов, педагогическую роль. Сокредитование, потому что с точки зрения банков развития, если мы говорим именно о теории вопроса, финансирование на возвратной и возмездной основе, оно помогает дисциплинировать заемщика, потому что, если вы просто раздаете гранты, это приводит к тому, что очень часто внутреннее управление, соответственно, клиента нередко от этого страдает. Поэтому кредит, я сейчас говорю не о внешнеэкономбанке вообще, а как бы о любом учебнике по теории банков развития, он способствует именно тому, чтобы дисциплине и повышению эффективности компании. Естественно, при этом процент должен быть не такой, чтобы убить этот проект, да, соответственно, поэтому... То есть это будет выглядеть, как дисциплина столбняка такого, да, высокий процент, замер и все, что делать, непонятно. Совершенно верно, поэтому для нас, собственно, извлечение прибыли из этого кредитования не является основной целью, поэтому я бы не сказал, что мы ищем наибольший маржинальный эффект, наоборот, там, где есть наибольший маржинальный эффект, есть надежда на то, что либо уже есть, либо появятся коммерческие банки, которые в этот сектор заходят, а у нас, собственно, конкурировать с российскими коммерческими банками такой задачи не стоит. Ну, тем не менее, смотрите, мы опять, если позволить, я вспомню, веб видим в качестве ледокола, ледокола. Вот коммерческий банк, он тоже, да, вот в этом проеме может оказаться, да, после того, как... Конечно, в этом и есть функция в конечном итоге любого банка развития, да, то есть банк развития первым заходит на какую-то новую территорию, ну, в идеале, по крайней мере, и потом к нему тоже в идеале присоединяются другие коммерческие финансовые институты, которые уже приносят рыночные деньги и которые из поддерживаемого сегмента превращают вот эту отрасль в нормальную рыночную. Да, в растущую. Да, совершенно верно. Поэтому это как некая стратегическая цель, она есть и будет, и именно поэтому мы работаем по ряду сделок в консорциуме с другими банками, да, потому что мы заинтересованы в том, чтобы подтягивать к нашим сделкам и коммерческие финансовые институты. Замечательно. Так, сейчас у нас время прерваться, давайте еще раз я напомню для наших слушателей, мы сегодня говорим о комплексной поддержке несырьевого экспорта и в студии сухого остатка Даниила Гульян, директор департамента финансирования и экспорта Внешэкономбанка и Николай Арутюнов, начальник центра финансирования и поддержки продаж компании Сухой. Ну что ж, делаем паузу, слушаем рекламу на Финам.ФМ и через несколько минут продолжаем наш эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Напомню, тема сегодняшнего эфира – комплексная поддержка несырьевого экспорта. Еще раз с удовольствием представлю моих гостей. В студии сухого остатка Даниил Гульян, директор департамента финансирования и экспорта Внешэкономбанка и Николай Арутюнов, начальник центра финансирования и поддержки продаж компании Сухой. Даниил, вам вопрос, собственно, в продолжении того, о чем мы говорили до рекламы. Давайте более детально обсудим все-таки еще раз, на что же, на какие проекты еще смотрит веб прежде всего, для того, чтобы поддержать этот самый несырьевой экспорт. Ну, позвольте мне сформулировать следующим образом. Будет неправильно с моей стороны сказать, что мы смотрим прежде всего на эту отрасль, на эту или на эту. Мы, на самом деле, открыты и очень рады будем заявкам и возможным, соответственно, запросам на проекте из всего несырьевого экспорта. Поэтому, когда я говорю, что мы больше концентрируемся в той или иной отрасли, я говорю о том, что статистически наибольшее количество текущих проектов, о которых мы говорим, текущих заявок происходит именно оттуда. То есть, ну, хотелось бы повториться, это энергетическое машиностроение, причем как атомное, так и не атомное. Ну, из примеров тех сделок, в которых мы участвовали в последнее время, это, например, кредит Эквадору. Потом, соответственно, мы также рассматриваем в настоящее время кредитование белорусской атомной инстанции. То есть, у нас на самом деле в настоящее время в портфеле очень широкий набор проектов, ну, практически по всему миру. И это действительно здорово, что российские производители хорошо известны практически на всем земном шаре, там, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, да, когда встречаешься с потенциальными клиентами российских экспортеров, начинаешь разговаривать. Удивительно, они, в общем, знают бренды, знают марки, и как бы приятно, что Россия на этом рынке есть. И, судя по всему, не просто есть, но и имеет хорошие перспективы быть лидерами. Финансирование очень важная проблема, потому что их основные конкуренты, производящие, соответственно, турбины, производящие соответствующее оборудование, в большинстве своем располагаются в тех странах, где очень интенсивная государственная финансовая поддержка экспорта, поэтому те финансовые пакеты, которые они приводят с собой, они, в общем, очень часто бывают очень и очень привлекательны. Поэтому для нас тоже важная задача как-то помочь российским экспортерам в этом смысле не отстать. При этом, естественно, существует такая проблема, как и международное регулирование государственной поддержки экспорта, потому что в свое время, когда такого регулирования не было, к середине 70-х сложился такой риск определенный, что постепенно компании перестали конкурировать в вопросе товара, а начали конкурировать в вопросе тех финансовых пакетов, которые они приносят с собой. И где-то, если не ошибаюсь, в районе 76-го года основные страны, производители вот этого несырьевого, прежде всего машиностроительного экспорта, собрались и установили, соответственно, пороговые значения, дальше которых нельзя заходить при поддержке экспорта, для того, чтобы все-таки товары между собой конкурировали, а не государственные деньги. Опять-таки, соответственно, в середине 70-х это приводило к таким примерам, что фактически выручка от товаров переставала закрывать те расходы, которые совершались в рамках поддержки экспорта. Ну и данное регулирование, оно как бы входит в широкий, так скажем, створ соглашений по УЭСР, и поскольку Российская Федерация сейчас обсуждает вопрос о присоединении к УЭСР, то мы тоже, собственно, смотрим и учитываем в своем финансировании, естественно, все эти правила. И, естественно, мы должны как бы в своей поддержке не заходить за определенные предусмотренные границы. Очевидно, очевидно. Спасибо. Если можно, давайте вернемся вот еще к какому моменту. В данном случае мы говорим о партнерстве. Обе стороны заинтересованы, прежде всего, в конечном результате, заинтересованы в сотрудничестве друг с другом. На примере Сухого, кстати, Николай, инициатива, как правило, от кого все же идет? От того, кто предлагает конечную продукцию или от того, кто стремится поддержать и, соответственно, софинансировать? Ну, я думаю, честно сказать, это такой процесс обоюдный, в котором невозможно выделить, вот что было раньше, курица или яйцо. Нет, нет, мы не с этой точки зрения, конечно, но тем не менее Даниил говорит, что вот есть заявки, мы рассматриваем заявки. Да, конечно. То есть изначально инициатива все-таки подразумевается. Ну, конечно, конечно, и на самом деле вот у Внешэкономбанка, понятно, есть не только задача финансировать гражданские самолеты Сухого, но и ГСС сегодня работает с достаточно большим кругом банков. Просто вы должны с чего-то начать, вы должны построить некую систему, и она, слава богу, сегодня сложилась, и у нас есть общие стратегические направления партнерства, есть конкретные проекты. И эти конкретные проекты, мы, конечно, должны убедить коллег из Внешэкономбанка, что они осуществимы, что Внешэкономбанк имеет свой интерес, не обязательно коммерческий, как я сегодня услышал, чуть, наверное, облегчит твоя дальнейшее общение. Изусловно, конечно, конечно. Но в любом случае, конечно, мы ищем финансирование под конкретные проекты, и с этими запросами приходим во Внешэкономбанк. Если когда-нибудь Внешэкономбанк придет к нам и скажет, у нас есть для вас там пара десятков миллионов долларов, придумайте нам способ их потратить. Мы готовы сотрудничать. Замечательное предложение. Звучит даже как оно. Вкусно, вкусно звучит. Ну вот в Эбаве, например, задумывают коллег. Николай, замечательное слово, на мой взгляд, произнес. Система, система. Вот система отношений, все-таки мы в какой-то степени сейчас говорим о вашем сотрудничестве с точки зрения начала пути, что ли. Вы пионеры в каком-то смысле, ну вот о ледоколах мы уже говорили. Еще одна метафора. Можно ли говорить, Данил, о том, что система эта уже выстроилась, да, и вы уже знаете, как вот с точки зрения поддержки этого самого несырьевого экспорта действовать другими, другими, другими компаниями. Или от чего-то зависит, что вы и здесь смотрите на партнеров, будучи диверсифицированными, и говорите, вот с этой компанией мы будем вот по этой схеме работать, а с этой по иной. И от чего это зависит, если это так? Ну, здесь очень просто. Дело в том, что каждый экспортный проект, он как ребенок в значительной степени, он похож на того, что у себя вынашивается. Еще одна хорошая метафора, мне очень нравится. И, естественно, в разных отраслях существуют абсолютно разные модели экспортного финансирования. Это зависит от отрасли все же. Абсолютно, от конкретного рынка даже, от конкретного регулирования на конкретном рынке, да. Если мы говорим о том, что в мире там порядка 200 стран, куда потенциально можно продавать российский экспорт, то надо учитывать, что это не только 200 стран, это 200 разных правовых систем, 200 разных надзорных органов, 200 разных налоговых систем, и все это надо учитывать. И поэтому система поддержки экспорта должна быть максимально гибка для того, чтобы иметь возможность реагировать в каждом отдельном случае и предоставлять наиболее эффективный пакет, да. Поэтому мы как раз и говорили о том, чтобы создавать в рамках группы Внешэкономбанка целую систему. Да, то есть мы сегодня говорили, прежде всего, о кредитах, да. Соответственно, сам Внешэкономбанк представляет кредиты и целый пакет гарантий, которые мы можем давать там по участию в тендерам, по возврате аванса, по выполнению, соответственно, условий контракта. Наряду с этим в группе существует еще и экспортное кредитное агентство, которое занимается страхованием экспортных рисков, это ЭКСАР. У нас есть также и специализированные финансовые институты, например, веб-лизинг, который по названию, это, понятно, занимается лизинговым бизнесом, да. У нас есть дочерние банки за рубежом, например, на Украине и Белоруссии, которые можно рассматривать как важных партнеров с точки зрения кредитования. Ну и если взять какой-то конкретный пример, как это работает в комплексе, можно взять, конечно, какую-то другую отрасль, но если уж мы сегодня обсуждаем тему авиации, вот вам, пожалуйста, да. Буквально в конце года закрыли, соответственно, подписали сделку по финансированию поставок самолетов в Индонезию. Вот это сделка, типичный пример работы комплексной системы поддержки, да. Внешэкономбанк выделил кредит, ЭКСАР обеспечил страхование рисков, а веб-лизинг, соответственно, обеспечил лизинговую компоненту. Вот все три как бы сошлись в одной точке. Здорово. И таким образом сделали это возможно. В противном случае, если бы у нас не было возможности выстроить лизинговую компоненту, было бы сложно строить эту сделку в принципе. Без финансирования лизинговая компания вряд ли бы взяла это на себя. Ну и учитывая объективные рыночные риски, без экспортного страхования, наверное, всем было бы гораздо сложнее. Вот, собственно, так это и работает. В каких-то других отраслях, в каких-то других географических зонах это может выглядеть иначе. То есть здесь смысл как раз в том, чтобы максимально гибко и индивидуально смотреть на проекты. Опять-таки, кроме экспорта товаров, есть экспорт услуг. Мы сейчас пытаемся помочь высокотехнологичным производителям наших информационных технологий, тех, кто продает программное обеспечение за рубеж, экспортирует, поработать с ними. Здесь могут работать немножко другие кредитные схемы. Поэтому здесь вопрос не в том, чтобы загнать, так скажем, клиентов прокрустного ложа. Хотя, очевидно... Пусть они подстраиваются, да? Наоборот. Наоборот. Этот банк должен подстраиваться под клиента. И банк развития в этом смысле не исключение. Если говорить о том, кто к кому обращается с заявками, да, мы всегда рады, когда клиенты идут к нам с заявками. Но здесь есть и другая сторона вопроса, да. Клиент должен знать о том, что, в принципе, такое существует. И на сегодняшний день, когда система, в принципе, находится еще на стадии формирования, то есть она создана, но проходит свои, как бы, первые шаги, для нас очень важно информировать о том, что это, в принципе, есть. И после того, как общаешься с людьми, общаешься с компаниями, собственно, они после этого к нам и обращаются. У нас осталось совсем мало времени. Николай, вам я, прежде всего, задаю этот вопрос, и Даниил поддержит. Давайте мы, ну, уже так, подводя резюме о перспективах неких ближайших, или, может, средней перспективы, как же будет выглядеть этот самый несырьевой экспорт в России? Ну, с нашей точки зрения, мы готовы расширять и географию, и клиентскую сеть, и количество поставляемых самолетов, как на экспорт, так и в России. Важное звено этой системы, как мы говорили, как мы уже понимаем из контекста, это, конечно, поддержка и сотрудничество с Нижэкономбанком. Портфель твердых заказов у нас сегодня, на сегодня оценивается в 180 самолетов. Мы постоянно наращиваем темп производства этих самолетов. И очень важно, что мы заложили сейчас, может быть, какие-то принципиально важные вещи, потому что тиражировать любую сделку, конечно, гораздо проще, чем выстраивать ее заново. Тем более, эту дорожку мы проходили. Действительно, это рождалось как ребенок, и, в общем, по времени вполне себе сопоставимо. Думаю, что последующие наши дети будут рождаться быстрее. Мы сегодня готовы, на самом деле, конкурировать не только с производителями самолетов. Да, мы способны конкурировать и с финансирующими структурами, предоставляя пакет финансовый абсолютно адекватный, соответствующий тому уровню, который ждет от нас заказчик. Спасибо. Спасибо, Николай. Ну и пару слов, Даниил. Ну, для нас важная задача – это расширять, диверсифицироваться самим, больше новых отраслей в рамках несырьевого экспорта, расширять географию. Сейчас у нас в портфеле больше 20 стран. Мы, соответственно, планируем этот список существенно расширить. И мы искренне надеемся, что мы можем как-то помочь нашим производителям. Я думаю, это очевидно. Легко. По крайней мере, да, после нашего сегодняшнего эфира. Ну, мне, по крайней мере, это очевидно. Спасибо огромное. Спасибо. Напомню, сегодня мы говорили о поддержке несырьевого экспорта, и в студии присутствовали и вели беседу на эту тему Даниил Алгульян, директор департамента финансирования и экспорта Внешэкономбанка, и Николай Арутюнов, начальник Центра финансирования и поддержки продаж компании «Сухой». Огромное спасибо, уважаемые гости. Вам спасибо за внимание, уважаемые радиослушатели. Всего хорошего.